Добрый вечер! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Это значит, что в течение ближайших двух часов вместе с вашими и нашими гостями мы будем обсуждать самые яркие и интересные события уходящего дня. Меня зовут Александр Яковлев, и я с удовольствием и с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя. Журналист, блогер, медиадиректор компании «Субмедиа», ну, человек, которого с полным правом можно назвать гуру, «Рунета» Антон Носик, гость нашего эфира. Сегодня вас здравствуйте, спасибо большое, что пришли в гости. Первый вопрос у нас дежурный. Какое событие лично вам сегодня, может быть, на днях кажется самым важным и самым интересным? Ну, вот лично мне кажется заслуживающим внимания ваших зрителей и слушателей, так же, как и вообще людей, пользующихся интернетом, предупреждение, опубликованное фондом «Подари жизнь». Они в одной только социальной сети ВКонтакте обнаружили 40 поддельных страниц, на которых различные мошенники, выдавая себя за фонд «Подари жизнь», просят жертвовать деньги и указывают свои реквизиты. Мне, как учредителю благотворительного фонда «Помоги.орг», приходится констатировать, к сожалению, это приходит в голову людям. По всей стране есть такие вот люди, у которых нет морального ограничителя, они реально готовы воровать деньги, прикрываясь больными детьми. Очень нужно быть внимательным, когда вас призывают жертвовать деньги через интернет, проверять адрес этой страницы, проверять подлинность, правильность реквизитов, знать официальные данные тех, через кого вы жертвуете. Мошенников, к сожалению, очень много. Я напомню, что фонд «Подари жизнь» — это один из самых известных в России боготворительных фондов. Почему так происходит? Простите уж за глупый вопрос. За рубежом такое количество мошенников или нет? Нет, конечно. Почему у нас-то так много? Полный, тотальный паралич правоохранительной системы. Потому что у нас правоохранительная система действует либо позвонили от большого начальства, позвонили из Кремля, сказали принять меры, либо занесли денег. Благотворительный фонд, Кремль от его имени не звонит и по его поручению, и денег благотворительный фонд на борьбу с мошенниками тоже занести в милицию не может. Поэтому милиция говорит, что это не преступление. Ну, подумаешь, какой-то там мелкий жулик. Потом он непонятно где, как мы будем его ловить. Ну как, он же публикует банковские данные, там же ФИО какой-то есть за этим счетом. Ну, знаете, это нужны оперативно-розыскные мероприятия. Ну, в общем, отлынивают от работы, потому что им не очень интересно. То есть, опять правоохранительная структура, опять государство виновата в том, что происходит такое мошенничество. Ну, вы знаете, если не бороться с грызунами, как вы знаете, они расплодятся. Если не травить тараканов, они расплодятся. Если не бороться с преступностью, она расплодится. Почему Россия является мировым оплотом киберпреступности? Потому что в России это ненаказуемо. Потому что из России ежегодно происходят тысячи дидос-атак, и есть ровно один случай, когда кого-то привлекли за это к ответственности. Ну что ж, о Рунете мы еще поговорим. Не могу не спросить о событии, которое, по мнению многих, сегодня стало самым важным. Расул Мерзаев, его освободили в зале суда, он приговорен к двум годам заключения. Но поскольку уже больше года он находился в СИЗО, то сегодня он фактически был отпущен на свободу. Тот самый Расул Мерзаев, профессиональный спортсмен, который, по мнению де-факто, одним ударом ударил Ивана Агафонова, тот упал и скончался. Но суд постановил, что скончался он, и суд медэкспертизы, не от удара Расула Мерзаева, а от удара о землю, а уже вследствие падения, скажем так. Многие говорят о том, что это черт и что, нужно сажать на 10 лет Расул Мерзаева. Кто-то поддержал этот сей приговор. Ваш взгляд, жестче нужно было наказывать Расула Мерзаева? Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, что если бы чемпиона мира по самбо звали бы Иван Агафонов, а Расул Мерзаев звали бы его жертву, то это дело не имело бы такого резонанса. И более того, чемпион по самбо по имени Иван Агафонов не сидел бы ни одного дня. Я это не в сослагательном наклонении хотел бы сказать, а я хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас существует очень большое количество прецедентов разных драк с участием чемпионов по спортивным милиноборствам, профессиональных спортсменов. Профессиональные спортсмены со славянскими фамилиями тоже оказываются в этом замешаны. Никто не сидел ни одного дня. Расул Мерзаев просидел 17 месяцев в следственном изоляторе за то, что его зовут Расул Мерзаев. Не потому, что кто-то мог доказать причину-следственную связь между смертью Агафонова и ударом, который тот получил. Потому что все-таки не забудем, что Агафонов после этого удара своими силами добрался до больницы и умер в этой больнице через 4 дня. Все-таки тут интересный вопрос, как же его лечили. Но с другой стороны, вам скажут сторонники, скажем так, более жесткого наказания, что Ивана Агафонова мы уже не вернем на этот мир. И он погиб, он умер, он скончался, молодой парень, в расцвете сил. А Расул Мерзаев теперь спокойно может жить, хотя фактически именно его удар привел к трагедии. Во-первых, мы не знаем. Было 5 экспертиз. Суд на основании этих 5 экспертиз пришел к заключению, что не его удар привел к смерти Агафонова, а какие-то последующие события за последующие 4 суток. Но не в этом вопрос. Я за то, чтобы наказание спортсменам, причинившим смерть или увечье людям в уличной драке, было ужесточено. Я против того, чтобы наказание ужесточалось одному человеку из-за кавказской фамилии и не изменялось для других людей в таких же ситуациях, если фамилия у них не кавказская. Спортсмены должны нести дополнительную ответственность в подобных случаях. Безусловно, необходимо все-таки принимать во внимание тот факт, что они знали о соотношении сил между собой и вот этим вот человеком, которому они наносят удар. Они понимали, что все-таки сила их удара не такова, как у оппонента, что это неравный бой. Ну что ж, сегодня стало известно о том, что Расул Мерзаев покинул здание суда, он фактически вышел на свободу. Заключение судмедэкспертизы. Прямой причинно-следственной связи между ударом Мерзаева и гибелью Агафонова нет. Наконец, мать Ивана Агафонова в реанимации, а отец ушел из суда, чтобы дословно не слушать вранья. Обо всем об этом подробно уже в 7 часов по московскому времени в 19.00. Сегодня в эфире радио телеканала «Комсомольская правда». Вот то, о чем вы говорите. Ужесточение наказания для спортсменов. Вы верите в то, что этот случай действительно послужит причиной для изменения законодательства? Государство извлечет какие-то уроки из этого или нет? Нет, конечно. Почему? Потому что государство не заинтересовано в том, чтобы у нас спортсмены, чемпионы, носители титулов получали бы более строгие наказания. Если бы не национальный компонент в этой истории, то эту историю бы замяли бы за 5 минут. Именно оглядываясь на медали, именно оглядываясь на то, что этому парню ездить на чемпионат и защищать часть страны. Тут единственная причина того, что это случилось такое громкое резонансное дело, это то, что Иваном звали не убийцу, а жертву. Ну что ж, переходим к другим событиям сегодняшнего дня. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды», через несколько секунд с нами на связи. За повторный незаконный въезд в Россию мигрантов будут сажать на 4 года. Прежде чем мы уже подойдем к более подробному обсуждению этого, не могу вас не спросить, Антон Носик, наш сегодняшний гость, нужно ли вообще что-то с этим делать? Потому что миграционная тема, тема мигрантов, незаконных мигрантов, она всегда вызывает небывалый резонанс, огромное количество откликов в интернете. Вот все ли нормально у нас? Или нужно принимать законы, кто-то говорит о том, что закрывать границы, кто-то считает, что нужно просто коррупцию победить. Ваш взгляд на эту ситуацию? Безусловно, нужно коррупцию победить. Прежде всего. Откуда они берутся, эти незаконные мигранты? Они что, вы думаете, у них какая-то такая криминальная склонность, что ли, что они незаконные? На том, что они незаконны, на том, что они бесправны, на том, что они находятся на рабском положении в Москве, где они работают, наживаются московские бизнесы, зарабатывают, на этом экономят миллиарды долларов в год. Бизнес, а не чиновники, скажут. Нет, естественно, бизнес, который этим занимается, он имеет крышу и чиновничью, и милицейскую. Как вы понимаете, нелегалам где-то в Москве надо жить. И без милицейской крыши их бы давно отлавливали. Они же живут очень скученно. Любой милицейский рейд сразу приводил бы к депортациям сотен людей. Но просто те милиционеры, которые должны были бы осуществлять рейды, и вместо этого крышуют. Они получают какие-то деньги от владельцев этих заведений. С этим всем очень интересно разбиралась доктор Лиза Глинка, потому что ее фонду благотворительному выделили некоторые здания московские власти. И она пришла с ордером смотреть это здание. Оказалось, что это здание, там живут больше 60 в одной комнате гастарбайтеров, и никто не готов ее туда пускать, потому что владелец какой-то депутат Государственной Думы. А милиция, она все значит вдоль, она охраняет от тех, кто приходит с ордером. И именно причину надо устранять. А придумывать очередные наказания для мигрантов, это валить с больной головы на здоровье. Ну что ж, как и обещали, Александр Гришин, политический обозреватель Комиссарской правды, с подробностями. Действительно ли за повторный незаконный въезд в Россию мигрантов будут сажать на 4 года? Александр. Саша, добрый вечер. Ну, на самом деле, такой законопроект действительно поступил от правительства в Государственную Думу. Будет ли он принят, это другой вопрос, что это называется. Но у меня почему-то сомнений нет. Хотя, мне кажется, что это опять, ну, скажем так, перекладывание с больной головы на здоровую. Вот. По той простой причине, что мигранты у нас нелегально не существуют ровно до тех пор, пока они кому-нибудь нужны, пока они кому-то приносят прибыль. Понимаешь? Ну, не могу не спросить и про другую новость. Суд рассмотрит жалобы оппозиционера Эдуарда Лимонова на закон о митингах. Так, расскажите подробнее, Александр. Ну, а тут, собственно говоря, большой новости-то нет. Я думаю, что Эдуарда Лимонов сам не ожидает ничего, никакого положительного решения рассмотрения Конституционным судом, его жалобы. Просто после того, как Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за нарушение на митингах, президент подписал, Лимонов оказался в достаточно странной ситуации, что он не может выступать организатором мероприятия, поскольку уже имеет административные права нарушения. И вот он, значит, ходит, рвет волосы на себе, я не знаю, если кто попадается под руку, то на окружающих, и гневно вопрошает, я что, убийца массовый или бабушек давил на дорогах и так далее, почему я не могу. И вот в этом и заключается суть его жалобы, которую Конституционный суд будет рассматривать. Но мне кажется, что у него нет никаких шансов, что его жалоба будет удовлетворена. Впрочем, Лимонов сам это понимает, он говорит, что он начинает уже ощущать себя таким же неуместным, как районы в однокомнатной квартире. Спасибо, Александр Гришин. Ну, еще одна любопытная цитата. Принятый в июне закон о митингах противоречит как минимум четырех из шести европейских руководящих принципов по свободе мирных собраний. Об этом заявил сегодня в Конституционном суде представитель уполномоченного по правам чека Виктор Михайлов. Есть ли шансы у Эдуарда Лимонова в этом судебном процессе? Ну, у меня нет ни малейших сомнений в том, что принятый у нас в весеннюю сессию Государственной Думы закон о митингах противоречит Российской Конституции, противоречит и духу Российской Конституции, и букве Российской Конституции. Единственная цель этого закона ограничить гарантированную Конституцией свободу граждан на мирные собрания без оружия. запугать людей, которые хотели бы мирно выразить свой протест в рамках конституционных гарантий такого права, запугать их чудовищными штрафами, чудовищными санкциями, дать возможность самого разного вида преследования тех людей, которые с чем-то не согласны, чем-то недовольны. В этом смысле, безусловно, закон этот антиконституционный. Но это то, что касается положения ограничивающих права рядовых участников собраний. По поводу права законодательных органов ограничивать права заявителей митингов в связи с предыдущими судимостями, взысканиями и так далее, это, наверное, самая слабая претензия к этому закону, потому что, в принципе, аналогичные, вот к этому аналогичные нормы в цивилизованном правовом государстве найти можно. Ну, что ж, не могу не обсудить с нашим сегодняшним гостем цензуру. Тема цензура в Рунете. Антон Носик, напомню, блогер, основатель бесчисленного множества интернет-проектов, которые сегодня на первых ролях, и медиадиректор компании СупМедиа. Сегодня IP-адрес Google повторно попал в реестр запрещенных сайтов. Вот тот самый реестр, который создал Роскомнадзор, который заработал с 1 ноября. Это очередная какая-то ошибка техническая, уже дежурно об этом нам сообщают пресс-службы Роскомнадзора. Или это ваша трактовка, или это глупость, или это... И вообще, ваше отношение вот к этому реестру запрещенных сайтов. Дина, я с вами совершенно согласен по обоим определениям. Это и ошибка, и глупость. Глупость состояла в том, чтобы принимать этот закон. Глупость состоит в том, чтобы поддерживать этот реестр. И, собственно, закономерно, что вокруг этого реестр каждый день будут происходить какие-то скандалы. В силу именно тех причин, о которых предупреждали представители индустрии, представители Google, представители Яндекса, Рамблера, Мейл.ру, ВКонтакте, Википедии. В один голос, говоришь, вы примете такой закон, будет чудовищное количество неразберихи, беспорядка, злоупотреблений, и вы внесете бардак, а цели своей защиты детей не достигнете ни разу. Ну, в чем суть закона? Напомню, несколько государственных министерств, министерства внутренних дел, ФСКН, могут направить и включить в реестр запрещенных сайтов какие-то некие сайты, какие-то конкретные странички, и если сайт или страничка попадает в этот реестр, то провайдер автоматически должен выключить этот самый сайт или страничку. Опять же, идет борьба с наркоманией, с суицидом, с описанием суицида, идет борьба с детской порнографией, но вроде причины-то благостные, а что вам не нравится как представителю индустрии? Ну, просто если ты описываешь механизмы какие-то, то механизмы должны определенным образом работать. Для того, чтобы описать работающий механизм, нужно разобраться с устройством той среды, в которой он должен работать. Существуют коллективные площадки, существуют площадки, на которых одновременно расположены тысячи, миллионы, десятки миллионов разных страниц, но при этом имеющих один и тот же интернетовский цифровой IP-адрес. Первое, что должно было быть прописано в этом законе по уму, это недопустимость блокирования добросовестных ресурсов из-за недобросовестных. Это обязательство тех, кто занимается фильтрацией, четко определить адрес того документа, который, с его точки зрения, является запрещенным. И не допускать того, чтобы из-за одной странички обрубили миллионом людей, обрубили место, куда они постоянно ходят, и бизнесом перекрыли их легальные заработки. Это недопустимо. Это то последствие, о котором все предупреждали. Это то последствие, о котором мог не подумать только идиот. закон 139 ФЗ только идиоты и могли принять. Они его и приняли. Дальше может быть те люди, которым положено сейчас исполнять этот закон, они могут быть не идиоты. Они могут быть просто профнепригодные халтурщики, чиновники. Они каждый день вносят в реестр IP-адреса, вместо того, чтобы вносить отдельные страницы, на которые они получили жалобу. Каждый день возникает по этому поводу скандал, и они говорят, это ошибка, мы уже убрали, ничего страшного. И это не к ним вопрос, страшно или не страшно. К ним вопрос, почему они не могут выполнять свою работу. Но цель-то благостная, победить детскую порнографию, с этим-то что делать? Да нет, но есть еще хорошие способы, знаете, для того, чтобы защитить детей от сексуального насилия, можно кастрировать всех мужчин в городе. должны быть меры, направленные против любого общественного зла, в первую очередь должны быть эффективны. Ничего в законе 139 ФЗ эффективного не написано. Пригласит вас президент, премьер или господин Никифоров, министр связи и коммуникации и спросит, а делать-то что? Вот есть проблемы, ее вроде как нужно решать. Как? А есть проблемы? Реально мы видели хоть одного человека, вот у нас в России, 71 миллион пользователей интернета. Мы видели хоть одного человека, который старчался, стал наркоманом, потому что он прочитал Ирвина Уэлша или потому что он прочитал королеву юга Артура Переса Реверта. У нас есть в интернете случай, вот интернет существует, зона РУ существует 18 с половиной лет. У нас есть хоть один пример того, как кто-то покончил с собой, потому что в интернете ему это посоветовали. У нас хоть один пример такой есть. Весь этот закон направлен на борьбу с абсолютно вымышленными угрозами. Значит, если говорить о наркоторговле, о сбыте, что кто-то занимается сбытом наркотиков через интернет, ну, есть правоохранительные органы, та же ФСКН, МВД, прокуратура, ФСБ, придите, арестуйте этого человека. Нельзя сбывать наркотики на территории Российской Федерации, не находясь на территории Российской Федерации. Наркотики по имейлу не передашь. Нужно сбывать физически. Сделайте контрольную закупку, арестуйте всех, посадите. Торговлю наркотиками преступление, за которое должна быть ответственность, не фильтрация, а суд, тюрьма. Детская порнография, уголовная статья, сажайте, в чем здесь фильтрация. А вот что касается пропаганды наркотиков и пропаганды самоубийства, и то, и другое, есть абсолютно вымышленные категории. В законе никак не описано. Почему художественная литература на испанском языке, будучи переведена на русский язык, становится пропагандой наркотиков? Кто сказал, что пропаганда с наличием в Рунете, в интернете детской порнографии надо бороться? Простите, детская порнография, создание, распространение является уголовным преступлением по законам любой страны, что Россия, что Штаты. Ну, может быть, в Иране нет такого закона, но не то, чтобы иранские сайты с детской порнографией составляли большую проблему. Ловите, сажайте. Вообще, я не слышал ни об одном случае, когда бы кто-то обратился к интернетовскому хостеру, сказал, уберите детскую порнографию, а те бы сказали, нет, это свобода слова. Нет таких случаев. В живом журнале человек, уличенный в том, что он разместил там детскую порнографию, не только закрывают эту порнографию, которую он разместил, закрывают его аккаунт, и ему лично он может пытаться вернуться в живой журнал по другим именем, с другого имейла, с другим браузером. Если выяснится, что это он, удалят любые последующие аккаунты, ему сообщаются, вас больше здесь не хотят. И это реальная борьба. Таким способом можно реально оградить в частности живой журнал от материала такого содержания. А фильтрами нельзя, потому что фильтры обходятся, они неэффективны. Ну а в целом, с принятием этого закона вновь заговорили о том, что государство хочет контролировать Рунет и в политическом плане тоже. Есть такая тенденция, на ваш взгляд? Или нет? Тенденция очень простая. В тот день, 1 ноября, когда вступил в действие 139 ФССР, в этот день обрушились акции Яндекса на Нью-Йоркской бирже. И написал агентство Bloomberg, уважаемое агентство пишущего о рынках, акции Яндекса обрушились в связи с вступлением в Россию действий нового закона. Если мы будем серьезно разбираться с вами по предмету интернетовскому, Яндексу этот закон в общем как бы ничем не угрожает. И в общем, наверное, Bloomberg дураки как бы ни с тем связаны. На самом деле, увы, увы, действия необдуманные, агрессивные, нарушающие сложившуюся экологию в интернете, нарушающие вообще вводящие элементы игры без правил, создающие угрозы для миллионов добросовестных игроков. Эти действия воспринимаются как, конечно же, изменения к худшему. Появляются новые деятели с правомочиями закрывать сайты. Что это будет именно государство, что оно будет закрывать именно Навального. Ну, это вариант, но это не единственный вариант. Там открылся ящик Пандоры, вот есть эта щель, через которую ты можешь написать донос на кого угодно. Ты можешь добавить комментарий к любому сайту, где есть комментарий, и на этот же комментарий написать донос. И спровоцировать блокировку сайта. То есть, это может быть коммерческий заказ, это может быть на почве личной неприязни вражды. Это может быть не только Кремль, у нас власти есть разного уровня. Это там с сайтами, которые публикуют материалы о коррупциях в органах власти. Любые органы власти на местах могут так бороться. Открываются новые механизмы затыкания ртов. Неважно, мечтает ли этими механизмами воспользоваться Кремль конкретно. Мне кажется, что Кремль прекрасно обходился до сих пор принятым больше 10 лет назад законом о противодействии экстремистской деятельности. Можно, в общем, фильтры, и закрытие сайтов, все это можно под предлогом экстремизма, для этого совершенно не нужен предлог детской порнографии, наркотиков или суицида. Инструменты были и раньше. Сейчас просто эти инструменты дали в руки любому недобросовестному пользователю. Я правильно понимаю, что в некотором смысле цензура пришла в Ромнет? Или нет еще? В некотором смысле расширены практики закрытия добросовестных сайтов в связи с наличием у них недоброжелателей. Антон Носик, наш сегодняшний гость. Это программа «Картина дня». Не могу, конечно, не спросить о том, что происходит в Рунете. Благо, наш сегодняшний гость действительно, по праву считается гуру Рунет, создатель огромного количества проектов, которые сегодня на первых ролях. В целом, если посмотреть на крупнейшие соцсети, на крупнейшие площадки, то позиция власти там проигрывает. Гораздо более популярен Навальный Носик и Рустем Адагамов, нежели Кристина Потупщик или Фима-психопат. Почему на ваш взгляд на большинстве авторитетных площадках в Рунете позиции власти критикуют, власть бьют и она пока проигрывает? Да, вообще-то, если вы посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах, то вы увидите, что даже если большинство пользователей интернета в США голосуют за Барака Обаму, в основное время публикации и в блогах, и в интернет-медиа, и в традиционных СМИ в Америке публикации, связанные с властью, это публикации критические, это не публикации хвалебные, это публикации о том, что не так, о проблемах. В этом состоит в общем предмет обсуждения для средств массовой информации. Просто у нас сейчас в России происходит реставрация некоторых советских представлений о том, что критика власти является актом враждебным по отношению к государству. Что критику нужно всеми силами затыкать, снижать ее слышимость, глушить, и что критике надо противопоставлять спам, дидос, атаки, разные провокации, взломы и так далее. Это некоторое дикое советское представление о том, что задернем шторы и скажем, что поезд идет. Кто создает это советское представление? В смысле? Ну, просто носители этого представления, они дорвались до некоторых бюджетов. То, что пишет Кристина Потупчик, и то, что пишут ее роботы и сторонники, все пишется за деньги, каждый текст оплачен. Бюджеты все мы читали, и бюджеты, и отчеты, вся переписка, слава богу, обнародована, и мы знаем, сколько получают за дискредитацию какого критика властей, критика коррупции, сколько денег стоит каждый твиттере, твиттере, пост, а кто определяет все это? Кто определяет эту политику, которую вы называете советской? Ну, условно говоря, пока Владислав Юрьевич Сурков был заместителем главы администрации президента, то это курировал Сурков. Сейчас, значит, его, как бы, эти полномочия перешли к Володину, а сейчас это курировал То есть, первый замглава администрации президента России? Да, занимающийся вопросом внутри полиции. Блогер, медиаэксперт, медиа-директор компании Субмедиа, Антон Носик, гость нашего сегодняшнего эфира. В основном, хочется, конечно, больше всего вопросов, которые касаются Рунета, не могу не спросить и оппозиции, о Координационном Совете. Год назад, ну, вот, скоро мы отмечаем, ну, кто-то отмечает, кто-то отмечает, кто-то нет, годовщину вот этой вот протестной активности. В какой-то момент по разным подсчетам от 50 до 250 тысяч вышло на улицу, но потом, в течение года, это сошло на нет. Это признают большинство и оппозиции власти. Почему? Что произошло? Ну, потому что люди, которые ходят на эти митинги, это разумные люди, они ходят туда добровольно, им никто не платит за то, чтобы они туда ходили. Они туда ходят, ходили потому, что считали, что это их способ на что-то повлиять, что-то изменить, что-то сказать. Превращать эти митинги в некое постоянное мероприятие нужны серьезные уважительные причины. Нужно чувство, что они эти митинги что-то дают и что-то меняют. Когда у человека такого чувства нет, то он просто не выходит. В отличие от, естественно, тех шествий, за участие в которых платятся деньги. Там люди за деньги выходят хоть 365 дней в году, лишь бы платили, потому что это их заработка. Но многие говорят о том, что пришло некое разочарование в лидерах оппозиции. Вы согласны с этим или нет? Нет. Не понимаю, каким образом это могло бы быть измерено. Но главный вопрос в отсутствии программы действий, в альтернативной экономической программе прежде всего. Вы знаете, вот как раз с программой меньше всего проблемы. Потому что как бы ну с программой самая большая проблема как раз у единой России. Вы помните в 2003 году как объявили, что мы поддержим план Путина. Вот 9 лет их просят этот план предъявить, так до сих пор мы его и не видели. Значит, есть, например, удвижение солидарности. есть программы, которые называются не помню, то ли 100, то ли 300, то ли 500 шагов к свободе. Там все очень подробно описано, да, вот в нескольких сотнях пунктах. Дело же не в пунктах. Дело же в том, что за формулированием любой программы должна следовать реализация. Есть очень простые пункты, по которым я думаю, что разногласий больших у населения Российской Федерации нет. Ну, кому нравится, что чиновники берут взятки и разворовывают бюджет? Вот кому это нравится, кроме самих чиновников, численностью 2 миллиона человек? Ну, кому это нравится? Вот вам, пожалуйста, пункт. ограничить, например, ограничить полномочия чиновников, ввести контроль за их расходами, ввести контроль за их доходами. Да, вот, это очень простые требования. Они все есть. Почему из этого ничего не выходит? Почему все законопроекты, ограничивающие хотя бы закупки автомобилей нищие госструктуры, типа там какого-нибудь регионального, районного или областного вуза физкультурного, покупают себе по 5 миллионов рублей на марке. Ну, хотя бы это ограничено двумя миллионами рублей. То есть альтернативная программа есть, а если ее нет, то ее быстро можно прописать, и вопрос от непервостепенной важности. Правильно? Безусловно. Безусловно. Вопрос не состоит в том, знаем ли мы о проблеме с коррупцией в России? Знаем ли мы о проблеме с пытками в милиции? Мы знаем. Теперь вопрос по Координационному Совету Оппозиции. Вы в него не баллотировались? Нет, спасибо. Почему? Хотя многие журналисты шли туда и попали в итоге. Ну, может, я бы попал, если бы баллотировался. Вот в этом как раз я уверен. Почему не пошли? Я не знаю, что бы я там стал делать. Я не очень не очень понимаю, в чем смысл этого органа. Мне был интересен и понравился процесс выборов, потому что это был уникальный в российской истории эксперимент в области цифровой демократии. и подсчет. Это были первые проведенные в России выборы без фальсификации. Это вообще-то за тысячу лет. И техническое обеспечение, и процедуры. Это все было очень важное упражнение в демократии. А вот этот орган, который выбран, 45 человек, может, он принесет какую-то пользу, может, он докажет свою нужность и полезность, но это вопрос к тем 45 людям, которые в него вошли. Я не очень эффективен в составе коллектива из 45 человек. Но при всем уважении, действительно уважении к тем людям, которые там собраны, вот я лично пока вижу там скорее раздор. И уже что-то напоминающее скорее склоки, а не какие-то дискуссии о будущем. Нет, о раздоре уместно будет говорить, если люди начнут уходить оттуда и хлопать дверью. На сегодняшний день мы видим там разногласия совершенно неудивительные, потому что и баллотировались, и прошли люди с заведомо очень разными взглядами на основные вопросы внутренней, внешней российской политики, экономики, национальных вопросов. там разные люди с разными мнениями. Если несмотря на это орган сумеет принимать какие-то коллективные решения по консенсусу, это будет очень важное достижение. Не могу не вспомнить реплику замечательного журналиста Андрея Ушака, который, ну я примерно ее воспроизведу, вы хоть и воюете с Путиным, но надо ли объединяться с теми людьми, которые выходят на русский марш, ну и так далее, и так далее. Стоит ли либералам российским, чтобы свалить Путина, объединяться с националистами и так далее, и так далее? Вы знаете, я не очень себе представляю механизм под названием свалить Путина. Если мы говорим о борьбе с коррупцией или о борьбе с пытками в милиции, то я считаю, что на демонстрации, посвященной проблемам коррупции или пыток в милиции, совершенно не надо разбираться, кто каких взглядов придерживается на национальный вопрос. Я считаю, что есть проблемы в обществе, для решения которых могут объединяться люди самых разных политических взглядов. Та же благотворительность. если бы на пороге благотворительного фонда стоял бы фейс-контроль и спрашивал бы у каждого жертвователя, а ты за кого голосовал на прошлых выборах, что ты думаешь о православии, а что ты думаешь об исламе и так далее, в такой благотворительный фонд никто бы не захотел бы давать деньги, потому что противно. Не потому, что страшно ответить на эти вопросы, а потому, что противно, это вещи несмешиваемые. Есть какие-то вещи, вокруг которых можно объединиться. С другой стороны, понятно, что по каким-то другим вещам объединиться невозможно. Людям, которые считают, что России нужно меньше государственного вмешательства в экономику, и тем, кто считает, что при Советском Союзе была правильная экономическая система, а сейчас какой-то частная собственность ее надо отменить, объединяться этим людям по меньшей мере идиотизм и цирк. Это примерно как тандем с двумя рулями, смотрящими в противоположную сторону. Возможно, главный вопрос для многих на последних президентских выборах, кто, если не Путин? Вот у вас есть ответ на этот вопрос? безусловно. Кто? Альтернатива в данном случае любому политическому деятелю показывает опыт цивилизованных стран, где демократия присутствует. Альтернатива возникает в условии равного доступа разных участников политической жизни к средствам агитации, к электоральным инструментам. Кто, если не Путин? А вы поставьте Путина в равные условия, я уверяю вас, в 140 с лишним миллионной стране найдутся люди не глупее Путина, не бестоланнее Путина. Но тем не менее, ваш личный-то выбор. Ну что, личный выбор, а что кто-то против Путина баллотировался, кроме ряженых вот этих вот допущенных специально для того, чтобы создавать фон, как в Египте. Я за свободную конкуренцию политическую. Я против нарушения постоянно совершаемых нашей властью, нарушения закона об основных гарантиях избирательных прав. Когда будет свободная конкуренция, выдвинется много кандидатов, не администрации президента в пробирке выращена. В том числе Прохоров? Может быть Прохоров, может быть нет. Прохоров выращен в пробирке или нет? Нет, Прохорова оба раза звали баллотироваться, вызывая его на вторую площадь в администрацию президента. Прохорова слишком много денег, чтобы он мог себе позволить баллотироваться без высочайшего на то повеления. Но вы за него проголосовали, по-моему? Естественно. Естественно. Вот тут некое несоответствие. С одной стороны выращенный в кремлевской пробирке, а с другой стороны вы за него голосуете. Я за него голосовал не для того, чтобы он стал президентом Российской Федерации, а для того, чтобы осложнить фальсификацию результатов выборов. Вот давайте представим фантастическую ситуацию, когда к вам, я не знаю, кто уж приходит и говорит, Антон Носик, вот кого поставить или кто будет президентом России? Вот вы бы чью фамилию назвали? Знаете, есть такой такое понятие, как этот президентский кадровый резерв, тысяча человек. Вот уверяю вас, в России есть не меньше тысячи кандидатов, которые были бы достойны. Просто необходимо запустить механизмы, которые позволили бы этим кандидатам заявить о себе без риска лишиться бизнеса, свободы или быть вынуждены уехать из России. Алексей Навальный в их числе? Ну подождите, пусть он выдвинет свою кандидатуру. Михаил Ходорковский безусловно в их числе. Я считаю, что Михаил Ходорковский гораздо более толковый, талантливый и современный менеджер, чем Владимир Путин. Другое, потому что он не баллотируется, а сидит в тюрьме по подозрению, что у него были такие амбиции. Ну что ж, Антон Носик, гость нашего эфира. Сегодня, ну чуть больше мы говорили о Рунете и о российской оппозиции. Ну а сейчас те события, которые показались наиболее интересными. Моя коллега Арине Горшкова, Арина, тебе слово. Спасибо, Саша. Да, мы знаем много историй, когда люди брали себе псевдонимы, меняли имена и даже фамилии. Но житель Свердловской области переплюнул их всех. Ему выдали новый паспорт, где по желанию мужчины указано двойное отчество. Сергей Махлынин решил себе мачество. И теперь, Вера Викторович, это еще не все. Теперь у нас на связи, мы дозвонились и сейчас узнаем, как же пришла такая идея ему в голову и что говорят люди о его особенности в паспорте. Сергей Вера Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Что вас подвигло на вот это, на эту смену отчества? Ну, конкретно меня двигло это уже ну, ситуация, что захотелось доделать, потому что я когда-то, ну, скажем так, придумал, моя мечта. Вообще, идея, ну, старая, старая, назовем это так. Компалка в свое время, в 2004 году, посвятила этой идее моей, ну, как я была, но на месту на уральском, в уральской вкладке, или как она там у вас называет, ну, сейчас это получилось. Просто, в тое время, я решил сделать, ну, хотя бы осуществить это в формате дочери, дать ей мачество. не получилось, говорят, вызывающее будет звучать, мол, что ты выдумаешь, то через всякие выдумки. Жена у меня Лариса, поэтому там вариантов не было таких своеобразных обтекаемых. Но я сказал, давайте тогда сочлененное Лариса Сергеевна, тоже не прошло. Ну, в принципе, мне больше всего хотелось утвердить, и вообще идея моя такая основная была в величательных форме имени была и мать, и отец. Сергей, скажите, пожалуйста, как люди реагируют на такую особенность в вашем паспорте, когда сталкиваются? Когда сталкиваются? Ну, в ЗАГСе, когда я начал эти дела продвигать, первый раз удивились, напрягались, чисто внешне, это мое ощущение. Второй раз, когда я пришел, уже документы сдавал, ну, особо там уже женщина с оборем была, наверное, не первый я там чудак такой, она сказала, и как тебе с этим будет? Я сказал, мне это будет нормально, хорошо и приятно, это мои родители, и, ну, мне с этим жить, и я хочу, чтобы у меня были до конца моих дней. Мне 45 лет, и этот паспорт я поменял, тут получилось два раза менял, ну, ну, мне с ним доживать, скажем так. Спасибо. Мне с этим хорошо. Спасибо большое. Сергей Вера Викторович Мухлынин был с нами на связи, Арине Горшковой тоже спасибо, а в этой студии Антон Борисович Носик. Антон Борисович, какое событие у нас остается минута, на этой неделе вы ждете с наибольшим интересом, зачем советуете наблюдать особо? Я советую особо наблюдать за погодой, потому что у нас на этой неделе приходит к нам зима, и, в общем, нужно переобувать и автомобильные колеса, и свои собственные ноги, и, в принципе, неосторожность в гололед, она может дорого обойтись. Я советую больше следить за погодой, чем за политикой. Ну, сложно с этим спорить. Антон Носик, журналист, блогер, медиа-директор компании Субмедиа был гостем нашего эфира. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо, что позвали. Приглашаю еще раз. Конечно же, всегда рады вас видеть в нашем эфире. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. У нас перерыв 14 минут, потом мы вернемся в эту студию. Чуть больше посвятим времени делу Расула Мирзаева, ну и поговорим о событиях культуры и светской жизни страны. Так что никуда не уходить, продолжайте слушать и смотреть «Комсомольскую правду». Скоро увидимся, услышимся. Добрый вечер, дорогие телезрители. С вами Арина Горшкова. Я продолжаю рассказывать и знакомить вас с закадровой жизнью «Комсомольской правды». Вы уже знаете, что и на радио, и на телевидении есть свои отделы. Так вот, в газете они тоже существуют. Сегодня я познакомлю вас с редактором московского выпуска, поскольку именно им сегодня предстояло проделать отличную работу. Главная тема – это Расула Мирзаева выпустили прямо из зала «Сюда». Так вот, чтобы для вас, дорогие телезрители, все это стало понятным и донести информацию, узнать подробности и особенности этого дела, именно эти люди трудились ни день, ни два и ни одну ночь, я так полагаю. Леша, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что сегодня было, какая работа была проделана и чем удивили, что нашли, что эксклюзивного у нас появилось. Хочется сказать словами таких чиновников старых времен, нами проведена огромная работа. И в тевший период мы написали про Расула Мирзаева много-много-много раз. Его биография нам известна, мне кажется, уже лучше, чем ему самому. Прошу прощения. И сегодня, конечно, не остались без дела. С самого утра около здания суда дежурил наш патруль, не казачий, как в центре города, а в общем журналистский. Кто-то писал в Твиттер, который тут же цитировался разными агентствами. Кто-то наблюдал за толпой, общался с людьми, которые собрались в здание суда. В общем, Расул Мирзаев не оставил нас без работы сегодня. Леша, я знаю, что сегодня в газете Алексей Семенцов, я напоминаю, редактор Московского отдела. Скажи, пожалуйста, я знаю, что обложка, что все-таки так прямо обсуждают и на сайте, и наши журналисты тоже комментируют, все это общаются, отвечают на вопросы. Да, это правда. И думаю, что читатели, когда увидят нашу газету, сразу захотят открыть ее дальше и прочитать все, что написано о Расуле и о других материалах, которых, кстати, тоже немало в нашей газете. И то есть прям обложка номера. Итак, я вам напоминаю, что вы можете не только посмотреть по картине дня, потому что именно эта тема прозвучит в ближайшее время, будет активно обсуждаться. Александр Крылова, я понимаю, как раз-таки корреспондент Московского отдела, который дежурил и узнавал все подробности этого громкого дела. Так вот, именно она ответит на все ваши вопросы. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. О работе Московского отдела и все, что им удалось узнать на эту тему, вы можете уже сейчас прочитать на сайте комсомольскойправды.кп.ру. Ну и, конечно, в следующем номере нашей газеты «Комсомольская правда». Можно сделать это два раза. Можно сделать два раза. Материал усвоится лучше. Леша, я знаю, что еще много работы нашего журналиста привели на тему Расула Мирзаева. Вот что ты, какое твое личное мнение как редактора, что ты, ну, какое твое мнение на эту тему? Все-таки справедливый приговор или нет? У нас, мне кажется, есть очень хороший комментарий, который проливает свет на эту ситуацию. Мы высказались там о том, что думаем на самом деле по этому поводу. У меня раскалывается башка, я так не хочется работать, но надо работать. У меня что-то тоже все... Все нормально? Чашечки у меня тут... Куда тебе целых две? Может, чашки? Александр Крылова, корреспондент московского дела газеты «Комсомольская правда». В этой студии. Я посмотрела сейчас включение нашего редактора Семенцова. Так забавно. Слушай, у нас 10 секунд эфира. 10 секунд эфира, а ты ходишь перед камерами. Тебя сейчас убьют. А, у меня нет. Добрый вечер. Добрый вечер. Это радио-телеканал «Комсомольская правда». Программа «Картина дня». Мы продолжаем обсуждать самые яркие, интересные события уходящего дня. Но если с нашим гостем Антоном Носиком в прошлом части мы больше ушли в обсуждение интернета и политики, то сейчас действительно перейдем к новостям. К новости, без сомнения. Ну, судя по откликам на нашем сайте и вообще в интернете, в соцсетях, новости номер один сегодня. У этой новости есть конкретное имя, даже два имени. Расул Мерзаев и Иван Агафонов. Со всеми подробностями в этой студии корреспондент Московского отдела газеты «Комсомольская правда» Александр Крылова. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Для начала ликбез. Ну, вдруг кто-то еще не знает. Когда все это произошло? Агафонова с Мерзаевым 15 августа прошлого года. 15 августа 2011 года они познакомились у ночного клуба «Гараж». Что происходило дальше? Дальше между ними возникла небольшая ссора. Как утверждают свидетели, очевидцы, то, что было сегодня в приговоре суда, Агафонов вроде бы как сам пытался спровоцировать драку. Так или иначе, Мерзаев нанес ему один единственный удар левой рукой в скулу. После чего Агафонов упал, ударился головой об асфальт. В общем, через несколько дней умер в больнице, к сожалению. Важное добавление. Расу Мерзаев является профессиональным спортсменом. Чемпион мира по боям без правил, если я не считаю. Все верно. Вернее, чемпион мира по боевому самбо, что, в общем, оно есть. Потому что самбо не предполагает практически никаких правил. И, собственно, Агафонов скончался. Расу Мерзаев оказался за решеткой. И сегодня суд вынес окончательный вердикт. Все верно? Да. Каков этот вердикт и к чему он привел? Замскворецкий суд сегодня признал виновным Мерзаева в непредумышленном убийстве. Это статья 109. И приговорил его к двум годам ограничения свободы. То есть не лишения свободы, а ограничения свободы. А дальше на руку Мерзаеву, прямо скажем, сыграла вот такая вот теоретическая тонкость, может быть, несовершенство наших законов. А дело в том, что один день в СИЗО приравнивается к двум годам ограничения свободы. Таким образом, наш Мерзаев провел в СИЗО уже почти полтора года. И получается, умножаем на два. Получается, что этот срок, эти два года ограничения свободны, он уже отмотал. И даже больше. И даже больше отмотал. Таким образом, Россул Мерзаев сегодня фактически вышел на свободу. Он абсолютно свободен? Или есть какие-то ограничения по передвижению? Он абсолютно свободен. Я связалась с пресс-секретарем Замскворецкого суда. Нет никаких ограничений. Он может жить, где хочет, ходить, куда хочет. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Наконец я приглашаю вас, нашу аудиторию, к обсуждению, собственно, как вам это решение суда, насколько оно справедливо. Действительно, вот вы на месте судьи, какой вынесли бы вердикт? Посадить Росова Мерзаева на 10 лет, пожизненное заключение. А может быть, действительно, его нужно было, я напомню, его приговорили к двум годам ограничения свободы, и он вышел на свободу. Собственно, справедлив ли этот приговор, и что на месте судьи сделали бы вы? 8 800 200 ровно, 9702, звоните, через 30 секунд примерно свободный микрофон. Очень хочется услышать ваше мнение. А я, вот первое, о чем я подумал, это родители Ивана Агафонова, и мама, и папа. Вообще, как они отреагировали на этот вердикт, на этот приговор и на это решение суда? Ну, начать с того, что мама Ивана Агафонова не смогла быть в суде, она попала в реанимацию, как нам объяснил адвокат семьи Агафоновых, она попала в реанимацию, у нее случился сердечный приступ. В какой момент это произошло? Буквально накануне, вот несколько дней назад. Уже ожидая приговор, уже понимая, каким он может быть, женщина... То есть, можно ли говорить о том, что узнав о том, что Расул Мерзаев выходит на свободу, мать Ивана Агафонова оказалась в реанимации? Да, можно так сказать. Что с отцом? Отец был сегодня на заседании, но до конца приговор он дослушать не смог, и где-то на половине приговора... Когда уже было понятно. Когда уже было понятно, когда судья зачитывал показания свидетеля, там все как один твердили, что Агафонов был пьян, а Мерзаев, дескать, пил молоко, и Агафонов первым начал конфликт. Так вот, в этот момент он уже в какой-то момент просто встал и выбежал с криками позор, убийца должен сидеть. В общем, он вел себя очень эмоционально, но его чувства, в общем, можно понять в этой ситуации. Что скажете? Обращаюсь я к вам, о подробностях мы еще расскажем. Тем более, там есть что рассказать. Не забудьте говорить, откуда вы. Игорь, добрый вечер. Здравствуйте. Откуда вы нам дозвонились? В Балашихах. Ну, ваша реакция на это решение суда? Ну, по-моему, нет у нас ни суда, ни правоохранительных органов, ни государства, ни президента. И скоро на наших чеченских свадьбах будут ездить по Москве и стрелять не только в воздух. Вот к чему это все ведет. А что заслуживал, на ваш взгляд, Рассул Мерзаев? Вот вы на месте судьи, какой бы приговор озвучили? Ну, подождите. Человек убил человека. Как вы думаете, за убийство человека, что это два года? Но ваш вердикт был бы каким? Ну, если надо разбираться, если бы я был судьей, ну, по-моему, меньше четырех не дают, если вы сбиваете даже на автомобиле человека. Спасибо, Игорь. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я считаю, что основная цель, будем говорить так, в правосудии, это наказание за преступление. И я бы, честно, вот, знаете, воспользовался бы примером Валерия Попенченко, который был чемпионом СССР по боксу. Так вот, его не только освободили, а тоже заключили подполковника, изгнали из армии и посадили. Вот, я думаю, что вот этот вариант действительно был бы справедливым в данном случае, что человек использовал свои навыки для того, чтобы создать максимальный вред для другого человека. Спасибо. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей, Москва. Ну, знаете, у меня случай был в армии, на моих глазах, два сослуживца, один другого ударил в грудную клетку и последний, у последнего остановился. Вот, пытались восьми, но, к сожалению, он умер. Вот, ну, там, конечно, его судили и присудили там еще там, ну, основных, ну, точнее, на самом праве, был смерть по неосторожности. Я не думаю, что у Мерзаева было намерение убивать Никафонова. Поэтому я считаю, что, в принципе, судья все верно вынес. Вот, ну, вот, спасибо. Сергей, если они живут с нами на связи, добрый вечер. Юрий, Юрий мне подсказывают. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне кажется, очевидно, что судья, наконец-то, вынес правильное решение. Если бы вы убрали, что это Мерзаев и Агафонов, я имею в виду чеченец и русский, у вас было совершенно другое отношение. Таких случаев было немерено. Оправдывали русских парней, когда они убивали специально. А здесь явно не специальный человек ударил. Не хотел он его убивать, это естественно. Хотел бы убить, он бы серию пробил, там умерло бы еще 15 человек. Так что, здесь очевидно, что судья прав. Александр, добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник, чтобы мы могли комфортно для всей остальной аудитории с вами пообщаться. Добрый вечер, Александр. В пику рассуждения последнего дискутанта, хотел бы сказать, здесь национальная тема, в принципе, аквилирована, конечно, ее не стоит в этом контексте привносить. Но давайте даже осуждать так. Выводы суда явно противоречат произошедшему в деле. То есть здесь квалифицирующий признак, в принципе, не надо быть каким-то супер-купер-адвокатом или юристом, чтобы понять одну ситуацию. Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшего собой смерть. Что в итоге и по фактологии дела это мы видим? Это 111-я часть, вернее, 111-я стать, 4-я часть. То есть, что она и подразумевает особо тяжкое преступление. На каком основании сделана переквалификация, не совсем понятно. Вернее, она, конечно, понятна, что какие-то там афилированные лица, видимо, там, правительственных кругов или еще какая-то либо ситуация пытаются насладить именно этот национальный вопрос и именно в этой конкретной среде. Спасибо. Спасибо вам, Александр. Через несколько минут продолжим. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, дадим возможность всем высказаться без сомнения. Ну, а я прямо сейчас хочу поставить вопрос на голосование. Ну, чтобы все узнать коллективное, ваше, скажем так, коллективное мнение нашей аудитории. Вопрос очень прост. Считаете ли вы приговор Расулу Мерзаевым справедливым? Вот ключевое слово «справедливым». Если вы считаете, что это справедливый приговор, напомню, он получил два года ограничения свободы и фактически вышел сегодня на свободу. Так вот, если вы считаете, что этот приговор справедлив, тогда звоните по телефону 8 495 637 6519. Если вы считаете, что этот приговор несправедлив, тогда звоните по телефону 8 495 637 6520. Итак, еще раз повторяю вопрос, голосование будет проходить в течение ближайших 12 минут, ровно 12 минут, так что времени много. Считаете ли вы приговор Расулу Мерзаеву справедливым? Если да, 8 495 637 6519. Если несправедливым, 8 495 637 6520. Александр Крылова, корреспондент Московского отдела комсомольской правды в этой студии. Я уже прочитал очень любопытное заключение судмедэкспертизы. Прямой причинно-следственной связи между ударом Мерзаева и гибелью Агафонова нет. Я не совсем могу понять это, потому что когда профессиональный боец бьет в лицо Ивану Агафонову, тот падает и умирает. Почему здесь нет прямой причинно-следственной связи? Тогда от чего умер Иван Агафонов? Ну, говоря как бы строгим юридическим и медицинским языком, после удара Мерзаева, повторюсь, удар он нанес левой рукой. Так вот, после удара Мерзаева у Агафонова в области скулы, в ту область, куда я ударил Мерзаев, образовался небольшой отек. Вот, который не был квалифицирован как тяжкий вред здоровью. Вот это оно и значит, что после конкретного удара не нанес тяжкого вреда здоровью. То есть, а от чего он тогда погиб, если он не от удара? А дальше очень интересно, вот в этом документе говорится о том, что удар Мерзаева придал ускорение телу Агафонова. И тело Агафонов упал с высоты, дескать, там, своего роста, вот так вот, вольная цитата. Ну, вот суть передает, что просто удар Мерзаева придал ускорение телу Агафонова, Агафонов упал, как бы опрокинулся назад с высоты своего роста. И он ударился, видимо, а что? И он ударился. А бордюр? Да, то ли об бордюр, то ли там, непонятно, то ли просто об асфальт или об решетку. Но суть в том, что... Но удар был один, то есть добивания не было. И он не был очень сильным, как установила экспертиза. С нами на связи президент организации Дети Гор Мадонна Дуняева. Добрый вечер. Добрый вечер. Считаете ли вы приговор Рассул Мерзаеву справедливым? Я считаю, что он справедлив, да, полностью. И человек уже сделал свое признанное виновным. Как вы считаете, сыграла ли национальность Рассул Мерзаева какую-то роль при общественном внимании к этому делу? Сыграла ли это роль в том вердикте, который в итоге был озвучен? Ну, я очень довольна, что наконец-то национальность абсолютно роли здесь не играла. Его осуществили как россиянин, а не как кавказцы, как изначально просил Рассул Мерзаев. Вот. Поэтому закон должен быть для всех одинаково. И в этом случае он всегда правдан полностью, мне кажется. Как вы считаете, справедлив ли этот приговор по отношению к родителям Ивана Гафонова? Естественно, что им сына никто уже не вернет, в принципе, да. Я не могу судить эту семью, я не могу судить по отношению к ним, но чисто по закону, по которому мы его судили, я считаю, что эта статья максимально, от чего заслуживал им планем Рассул Мерзаев. Он, естественно, должен был принести наказание, и он уже его понес полтора года. Что касается родителей, они имеют право подать жалобу и дальше обжаловать, если ее они считают нужным. Вот и все. Спасибо большое, Мадонна Дуняева, президент организации «Дети Гор» была с нами на связи. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также напоминаю, что у нас продолжается голосование. Считаете ли вы приговор Рассулу Мерзаеву, который сегодня был озвучен? Напомню, он выходит на свободу фактически, получив два года ограничения свободы, но отмотав срок. Так вот, считаете ли вы этот приговор справедливым? Если да, звоните по телефону 8 4 95 637 65 19. Если не справедливым, 8 4 95 637 65 20. Ну а что пишут посетители сайта kp.ru? Нам прямо сейчас расскажет моя коллега Арина Горшкова. Арина, тебе слово. Спасибо, Саш. Да, мы подготовили комментарии с сайта «Комсомольская правда», а также твиттера и, конечно же, фейсбука, потому что везде идет огромное количество откликов. Это главная тема, которая больше всего волнует, наверное, всех сегодня. Итак, Анна. Страшное сочувствие Мерзаева. Очевидно, что убивать он не желал. И сейчас крайне сожалеет о случившемся. Агафонов сам спровоцировал конфликт, унизил как девушку, так и Рассула. Мерзаев совершил адекватный поступок, любому мужчину ударил. Не повезло обоим, безусловно. Григорий. Тут либо надо менять ответственность за хулиганство, либо менять ответственность за неосторожное убийство. Вышел на демонстрацию 4,5 года лишения свободы. Снял 30-секундное видео в церкви 2 года. Убил человека 1,5 года лишения свободы. Жизнь человека – ничто, главные вековые коррупционные итоги. Ольга пишет. Родителям Агафонову надо было задуматься и начать бояться за сына раньше. Такие мальчики-мажоры часто плохо заканчивают. Мне в этой ситуации жалко только родителей. Умер от случайного нападения на асфальт, но в мире все не происходит бесследно. Приговор несправедлив, и это очевидно. Бог ему судья. Приговор совершенно справедливый, пишет Сергей. Люди, задумайтесь. Если бы вашу девушку попытались обидеть, вы бы тоже заступились. Держу пари, что нормальный мужчина в такой же ситуации бы так же разобрался. Агафонов умер – это роковая случайность, соболезную. Вот такие вот противоречивые мнения. Очень много за освобождение, очень много против. Говорят, что приговор справедлив и несправедлив. На нашем сайте «Комсомольской правды» также идет голосование на эту тему, и вы можете принять в нем участие. Спасибо большое, Ирина Горшкова. Об откликах на сайте и в соцсетях по делу Расу Мерзаева. Я напомню, у нас продолжается голосование. Ну и свободный микрофон прямо сейчас. Не забудьте говорить, откуда вы. Вот мне это, мне, например, очень любопытно. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер, Ставрополь. Ребят, ну, служил в спецподразделении. Ну, немного могу драться, да. Ну, может быть, не так, как Расул. Ну, всегда, когда профессионал идет на непрофессионала, никогда бьет в голову. Никогда. Есть корпус, в любое место можно ударить. Человек вырубится, все. Зачем бить в голову? Он высокий был парень. Какая, представьте, амплитуда удар головой. Все. И приговор несправедливый. Пусть что хотят там рассказывать. Обидел, не обидел. Ударил по печени, опять же, слева. Присел парень, все ушло. Зачем бить в голову? Эдуард, я не могу не спросить у вас, вот именно у вас. Я так понимаю, что вы профессионально разбираетесь в спорте. Вот Саша Крылова, ну, и специалисты говорят о том, что удар, ну, она, говоря о мнении специалистов, там, судмедэкспертов, они заявили о том, что удар был не сильным. И скончался он не от удара, а от того, что ударился головой о землю. Вот как вам эта версия? Понимаете, вот одним пальцем можно сломать челюсть. Вот правда. Если правильно ударить. Двумя пальцами. Вот там сила не нужна, собственно говоря. Человеку микросотрясение, он теряет сознание. Ну, если он, там, парень мажор был, да, он спортом не занимался. Естественно, у него мышечная масса отсутствует. Голова там, скажем так, шейка, как говорится, тонкая. Пацан просто погиб вот так вот. Это оставим там слова, обидел девушку. Можно было подойти, ударить корпус, все. Спасибо, спасибо, Эдуард. Ну, хочется, кстати, женский голос услышать, девичий голос, потому что у нас только мужчины звонят. Вот я обратил внимание на такую тенденцию. Иван, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Иван. Добрый вечер. Я из Москвы. Я считаю, что несправедливый разговор. Потому что тот же Миржаев, он профессионал, и во всем мире существует такой кодекс у спортсменов, которые занимаются боевыми искусствами. То есть этот человек, он как оружие. И он должен был думать, что он делает. А в баре наверняка все были там пьяные, полупьяные, под наркотическим воздействием. Но не может человек прийти в бар и сидеть пить молоко и смотреть вот на этот бардак, который творится вот в этих барах, резаные глазами. Это чушь полная. Там еще очень много нюансов существует, что в процессе вот этого расследования, которое было, то, ну, друзья там или родственники Миржаева, они угрожали и свидетелям, и родителям. То есть это тоже о чем-то говорит. То, что съехал обвинитель государственный, то есть это, ну, допустим, это мое мнение, он был проплачен. То есть как минимум надо было давать пятерку. Это как минимум. Ну, кто-то говорит о двоечке, кто-то говорит о пятерочке. Иван, спасибо. Саша, по поводу угроз, я тоже об этом слышал. Подтвердилась ли эта информация, или это просто лохи и домыслы? Угроз, прости. Угрозы в адрес родственников и близких Ивана Агафонова, со стороны близких. Да, об этом уже давно не говорят. Об этом говорилось на первых этапах, собственно, судебных заседаний еще в начале года. Но об этом давно ничего не слышно. И, к слову, про угрозы. Сегодня была группа поддержки Агафоновых в семье, несмотря на то, что мама не пришла, был вот отец Агафонов старший. Плюс порядка десяти человек, родственники, друзья. Там было несколько людей националистически настроенных. И когда они выходили из зала суда, они также, как и Агафонов, не дождались вердикта. Они выходили со скандалом где-то в середине процесса. Одна из них, женщина, у нее был такой значок «За Святую Русь», если не ошибаюсь, такой на фоне имперского флага. Так вот она выкрикнула «Смерть русского парня на русской земле не пройдет бесследно». Что-то, может быть, не останется безнаказанным. Ну, а что с Расовым Мерзаевым, действительно? Потому что он тоже в Москве. Я так понимаю, что сейчас, наверное, он из Москвы уедет или нет? Да, я думаю, что он уже, скорее всего, либо уже садится на самолет, либо в ближайшие часы сядет. Потому что ему совершенно нет смысла в этом городе. В Кизляр. В Кизляр, я так понимаю, что он отправился. Да, но, между тем, опять-таки, он не обязан там находиться. Поскольку он полностью... То есть, фактически, да, он уголовно... Он уже судимый человек, да, ему уже вынесен приговор, но он его полностью весь свой вот этот срок, он его отмотал. То есть он не обязан жить только в Кизляре. Ну что ж, я напоминаю, у нас продолжается голосование. Вот по мне это самое любопытное, да. Вот каковы будут... Каков будет ваш выбор? Считаете ли вы справедливым приговор Расулу Мерзаеву? Если да, 8495-637-6519. Если несправедливым, 8495-637-6520. Ну и звонки в прямой эфир. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Верит 31 год. Мне просто хочется уехать, это странно. Вам понятно? Куда уехать еще раз? Да просто уехать на Украину куда-нибудь, но только не в России. А почему? Ну объясните, вот непонятно, если непонятно. Ну вот смотрите, колбасу украдешь или что-то еще. Тебе дадут больше, чем за этого парня. Надо еще как-то объяснить. Я думаю, что главное вы сказали, Николай. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Я русский, но я считаю, что Расул Мерзаев поступил абсолютно правильно. Абсолютно. Каждый мужик заступился бы за свою женщину. И еще один вопрос. Вот все, отец Агафонова там прыгает туда-сюда. А почему никто не вспоминает, что этот самый Иван Агафонов ходил под уголовным делом о нападении на курьеров? Почему никто не вспоминает о тех курьеров, которым он причинил тяжкий вред здоровью? Это действительно так? Судимость у Ивана Агафонова была, да? У него не было судимости, он ходил действительно под подпиской о невыезде. То есть он был подозреваемым? Да, он был одним из трех фигурантов. Против него уже было выделено то обвинение, он подозревался действительно в грабеже по предварительному сговору. Ну это грабеж, то есть там он никого не убивал? В разбой, извини, в разбой. Да, да, не было. Но, впрочем, они довольно жестоко как бы избили ребят, двух курьеров, которым привезли там три сотовых телефона. В общем, они пытались телефоны украсть вот таким вот образом. Артур, добрый вечер. Добрый вечер. Вам слово. Я очень, мне очень жалко родителей Агафонова, мама в больнице, папа весь в нервах. Мне очень, очень, очень жалко. Я сам сын и сам родитель. И мне также жалко родителей Расула, потому что они все-таки спортсмена воспитали, никак не убийца. Вот еще хочу всех напомнить, недавно тоже русский парень точно так же, точно не могу вспомнить, в каком городе. Точно так же спортсмен русский убил русского парня. Никто об этом, кроме одного раза, в СМИ об этом не говорил. Давайте вот будем так, не будем на национальности давить, не будем говорить, чтобы чемпион мира убил студента. Парень, голубец, убил одного, ну, соросича, да, который вел себя очень, ну, некорректно. Он умер, мы за спиной его, за мертвых телах, мы не можем такие плохие вещи говорить. Но он тоже говорил, что все нехорошо. Любой достойный, нормальный мужчина за свою дочку, сестру, жену так же будет делать. Не обязательно, что это кавказец. У меня очень русские ребята, очень много русских друзья, которых хуже и намного страшнее делают, чем кавказцы. И вот, знаете как, очень прошу СМИ и всем, не смотрите, пожалуйста, национальность. Смотрите конкретно, за что. И все такое. Не трогайте национальность, не надо давить на то, что тот был студент, а тот был Кизляра. Тот же мог бы из Иванова быть, а тот из Владивостока. Тот же так же закончился бы. Я очень просто прошу всех, всех россиян. Я сам россиянин из Армении. Родился я там. Но я россиянин, я люблю Россию, люблю русских. У меня жена русская. Пожалуйста, угомонитесь. Не надо вспомнить, кто какой национальность. Мы все люди. Женщина и мужчина. Спасибо. Спасибо, Артур. Но вы, видимо, имели случай в Самарской области, о котором мы, кстати говоря, рассказывали. Там в магазине человек, который занимался, ну правда, непрофессионально, вроде как боксом, напал на другого мужчину и нанес, нанеся ему более 10 ударов, ну фактически его убил. Но там было 10 ударов, и он был непрофессиональным бойцом. А тут чемпион мира по боевому самбо. Ну, это так, кстати говоря. Я напоминаю, что у нас еще 2 минуты будет продолжаться голосование. Считаете ли вы приговор Раслу Мерзаеву, уже в пятый раз повторяю этот вопрос, считаете ли вы приговор Раслу Мерзаеву справедливым? Если да, звоните по телефону 8495-637-6519. Если несправедливым, 8495-637-6520. Полторы минуты. Полторы минуты осталось. Александр Трещев, полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России, будет с нами на связи через некоторое время, насколько я понимаю. Но, Саш, какие, что сказали адвокаты? Потому что мы уже поговорили о главном герое, скажем так, ну, не говорю в каком, в хорошем или плохом смысле герое. Но, тем не менее, мы вспомнили родителей. А что адвокаты Мерзаева и семьи Агафоновых? Адвокат семьи Агафоновых Оксана Михалкина заявила, что они будут обжаловать решение суда. Но, впрочем, она выразила сомнение, что что-то из этой затеи получится. Поскольку она называла процесс несправедливым, намекнула на то, что прокуратура может быть подкупленной, давление диаспор и вот все в таком же духе. Вот что касается адвоката Мерзаева, Алексея Гребенского, то он отказался от комментариев, в принципе. Он покинул заседание, здание суда как-то стремительно, не сказав никому ни слова. Но позже мы выяснили, почему так произошло. На самом деле он вместе с Расулом Мерзаевым, добавлю, что Расул Мерзаев был вывезен в полицейской машине из здания суда и отправлен на Болотную площадь. Таким образом, это было требование Гребенского, как раз, его адвоката. Они опасались провокации и просили вывезти его под охраной из здания суда. А почему на Болотную площадь? Вот здесь вот загадка, но на Болотной площади Мерзаева ожидал брат и еще какие-то родственники. С нами на связи, как и обещали, полномочные представители адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев. Александр Станиславович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как вы оцениваете этот приговор, насколько он соответствует духу закона и букве закона? Ну, как я уже говорил, очень тяжело быть судьей на расстоянии, когда ты не знаешь всех обстоятельств дела. Но, исходя из того, что было озвучено в прессе, показано по телевидению, у меня жуткое разочарование. Конечно же, это не соответствует ни духу, ни букве закона. Потому что большинство людей, которые живут в этой стране, надеются и рассчитывают на справедливое решение суда. И когда выносите такие судебные вердикты, у меня большие сомнения в том, что люди будут с большим доверием относиться к тому, что происходит в том числе и в судебных органах, а самое главное – в прокуратуре. Ведь насколько в последнее время изменилось, очень часто можно слышать, что люди говорят, даже обреченные власти, это кара, это кара. Да нет, в российской тактрии не проводят такого слова кара, есть перевоспитание. Поэтому, когда люди начинают забывать, для чего был признан закон, и самым тяжким преступлением является преступление в первую очередь против личности, против ее законных прав и интересов, и главное – против здоровья направленное. В данном случае был убит человек. И мы выглядим сейчас посмешившим перед тем миром, когда проводится такое дикое количество экспертиз. Раньше я утверждаю, что никаких проблем нет в квалификации, если человек занимался спортом, особенно боксом, борьбой, боевыми единоборствами, которых не было в то время, это было сродни применению оружия. И обидно, короче, что я сейчас не против, меня вообще не интересует национальный вопрос. Вопрос в принципе. Получается так, что если это был Петя, Вадька, Сережа, Дима, поверьте мне, у нас тюрьмы полны такими людьми, которые за меньшие причинения в тяжести здоровья избывают по несколько лет лишения свободы, а то и ближе к 10 годам. И таких судебных вердиктов стоит заглянуть в интернет, их полно. Я очень надеюсь, и очень надеюсь, что я введен в предложение в прессе, в телевидении. Я хочу верить, что все было не так, как показывали, что обвинение нашло те доводы. И что меня удивляет, задача главного прокурора отстаивать интересы потерпевшей стороны. В данном случае, как следует из пресса, из телевидения, прокуроры именно настаивали на том, чтобы наказание, вернее, не наказание, а с надежностью его действия были переквалифицированы с неумышленным убийством на меньшее тяжкое преступление. Да, поэтому, например, думаю, что у любого профессионала, у гражданина больше вопросов, чем ответов. Спасибо. И, конечно же, да. Спасибо большое, Александр Станиславович. Александр Трещев, известнейший адвокат, полномоченный представитель адвокатской палаты ЕС в России, прокомментировал нам приговор за Москворецкого суда Москвы. Все верно. Ну что ж, через несколько секунд я объявлю результаты голосования. Прелюбопытнейшее, надо сказать. Если вам есть что сказать, дозванивайтесь 8 800 200, ровно 9702, потому что через несколько минут переходим уже к другой теме. А пока Арина Горшкова, моя коллега, Арина, тебе слово. Спасибо, Саша, очень много откликов на эту тему, и мы не можем молчать, мы должны поделиться с нашими телезрителями и радиослушателями. Итак, пишет нам Станислав. Публично показали неспособность судейской системы судить власть имущих. Суд у нас не только для обычных людей. Олег, я считаю приговор справедливым. Если бы конфликт не был замешан кавкадец, дело бы закончилось гораздо раньше. По стране происходит каждый год несколько десятков подобных случаев. Сергей. Он убил человека. Какая разница понты, не понты? Получается, за смерть человека можно отсидеться дома. Странно у нас правосудие, если не сказать больше. Игорь. Прежде всего, я русский. Я полностью согласен с приговором. Это случайность. Такое может случиться с каждым. Агафонов нарывался и получил свое. На месте Расула мог оказаться любой. Артем. Агафонов малолетний понторез, который хотел выпендриться, за это и получил. Мирзаев хотел поставить его на место. Это случайность, это стечение обстоятельств. Таким же успехом мог Агафонов упасть из кровати. Приговор справедливым. Родителям нужно принести свои соболезнования, что я и делаю. Екатерина. Когда узнала о приговоре, заплакала. Убийцу так легко отпустили. Где же справедливость? Вот такие мнения. Они очень разные. За и против. Интересно, какое было голосование и какой будет вердикт. Арина Горшкова, спасибо тебе огромное. Об откликах на нашем сайте kp.ru и в соцсетях по поводу приговора Расу Мирзаеву. Саш, я уже обращаюсь к Александре Крыловой. Мы уже переходим постепенно к другим темам. Есть ли еще что добавить? В принципе, все ясно здесь. Будем ждать дальнейшей реакции. То есть, возможно, будет жалоба подана и, возможно, новое заседание суда. Вполне возможно. Да, возможно. Александр Крылова, корреспондент Московского отдела газета Комсомольская правда была в этой студии. Саша, спасибо тебе огромное. Я несколько звонков хочу сейчас дать в эфир и потом результаты голосования, потом переходим к совершенно другим темам. С нами на связи Мария. Добрый вечер. Мне бы хотелось в догонку госпожи Крыловой сказать, что в решении суда, вот по этому делу, сказано, что Мирдоев не имеет права потерять районы своего предела Тезиарского района. Вот об этом почему-то ваша госпожа Крылова умолчала. Ну, это не Крылова умолчала. Александр Крылова дозвонилась до адвокатов Расулу Мирзаева. Еще раз вам об этом скажу. И, собственно, они вот именно так прокомментировали ограничения по передвижению для Расула Мирзаева. То есть, ну, тут вопрос, где первоисточник. Я думаю, что совсем скоро уже по факту мы увидим, так есть ли какое-то ограничение или нет. Еще раз скажу о том, что это Александр Крылова не придумывал. Следующий звонок. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я из Волгограда. Я вот просто хотел сказать, что все это, что произошло, очень жалко парня Агафонова. И жалко Мирзаева, потому что просто они стали жертвами, как говорится, случая. Случая, обстоятельств. Жалеет, очень видно, жалеет. Мирзаев очень жалеет о том, что произошло. И это видно. Парень, он просто не безбожник. Это тоже видно. Он пружинник. Он спортсмен. Он занимался. Он все отдавал себя. Спорту отдавал. Здесь просто, можно сказать, и нервы у него такие же. Понимаете как? И вот просто встретились, как говорится, случаи безнадежны, но щедрые есть такая пословица. Это вот просто с ними так и произошло. А то, что там говорит национальность, ну это просто так противно это все смотреть. Знаете как, я по роду деятельности своей просто часто езжу на машине и вижу, как дагестанцы, когда рукой ему махнешь, он остановится. Просто остановится и поможет любому русскому, нерусскому, хоть африканцу. И попробуйте русскому, своему земляку махнете. Он будет показывать вам на часы, что ему некогда и будет ехать дальше. Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Но вот удивительное дело. Мы же сознательно, практически, я постарался не говорить о том, о межнациональном компоненте вот в этом деле. Лишь сказал о том, что Расул Мерзаев, судя по всему, уезжает в Кизляр после этого всего-то навсего. Ну и, конечно же, определенную роль, видимо, это сыграло в том, как общество воспринимает этот самый конфликт. Результаты голосования для меня самые любопытные. Я хотел бы, во-первых, сказать спасибо всем тем, кто позвонил. У нас очень большое количество звонков, конечно, гораздо больше, чем обычно. Так вот, 35% нашей аудитории, 35% считают, что приговор Расулу Мерзаеву справедлив. 35%. 65% большинство все же считает, что приговор Расулу Мерзаеву не справедлив. 35 на 65. Вот таковы результаты вашего голосования. Спасибо еще раз всем тем, кто позвонил. Ну, может быть, сложно переходить после этой темы на события и сферы культуры, но это программа «Картина дня». Мы соединяем порой. Мы вынуждены соединять те вещи, обсуждать те события, которые вызвали наибольший резонанс именно сегодня. Подробности о деле Расулу Мерзаеву уже на нашем сайте kp.ru. Ну и, конечно же, покупайте свежий выпуск газеты «Комсомольская правда». Спасибо. Продолжение следует...